Добро пожаловать на это собрание, на эту встречу. Здесь около 40 русских. И пару человек из Украины. С Украины? Я имела в виду Америка, я сказала Украина. Украина и Казахстан. Израиль. Израиль. Из Украины, из Казахстана, из Израиля. Ура. Украина, Украина. 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 У вас сейчас есть возможность задать ваши духовные вопросы Аннел Кумару. Я думаю, что мы сделали какие-то маленькие карточки. В конце мы вам дали карточки, который есть веб-сайт адрес. Мы очень рады, что Дарья или Даса пришли, помогли нам переводить сегодня. Я буду приводить. Спасибо большое. И, извините, у вас тоже есть вопросы? Хорошо, я буду начать. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать сегодня вопросы. Нет вопросов? У вас нет вопросов? У вас нет вопросов? У вас нет вопросов? Это великолепно. Я вас всех приветствую на этой утренней встрече. Спасибо, что вы сюда пришли. Я очень рада, что здесь есть представители разных стран. Моя only concern, not my, our three of us. Our concern is to spread Sai message to all who can call us. And our objective is to let them know the message of Sai. И наша главная задача – это дать им знать послание Свами. Кроме даршина в мандире, Кроме даршина в мандире. Если вы просто получаете даршина в мандире, это хорошо, но если вы узнаете его послание, его учение, вы будете полностью полны этим. Кроме даршина в мандире, вам нужна еда и вода, чтобы жить. Еда – это даршина, а вода – это его послание. Тогда вы получите полностью трапезу. И наша намерение – это стать ближе к нам через его послание. Этот процесс, он механический. Мы должны быть наполнены жизнью. Мы должны быть наполнены радостью. Мы должны распространять эту радость. Делиться своим счастьем, опытом и наслаждаться этим блаженством. Все эти воспоминания, они придут с нами в наши родные места. Вы должны быть вдохновены, чтобы рассказать своим соседям, что вы здесь получили, какой опыт. Ваш визит сегодня в фото партии должен вас вдохновить, чтобы вы опять сюда приехали и получили новый опыт. Ваш визит тоже должен быть вдохновением, чтобы участвовать в бхажанах и сатсангах. Это увеличивает ваше вдохновение. Так происходит духовная трансформация внутри каждого человека. Это вам не духовный пикник. Это не какая-то экскурсия. Это пробуждение. Пробуждение. Самоосознание, самопознание. Самореализация. Вспоминание самого себя. Это самые ценные вещи, которые вы когда-либо могли получить. И это идет со временем, время от времени вы растете. Это не возможно как-то упаковать. Для выставки в вашей языке, в форме булетов, я скажу несколько метров. Булетов. Булетов. Так это я расскажу вам. Сундурам, я уверен? В компьютерах я получил несколько метров. Булетов. Как это, я скажу им. Each point will take you a long way, for a considerable period of time. That I'm not going to do it. The first and foremost point, my friends, is this. Fish need water to live. Fish cannot live without water. But, but, water can exist without fish. See that. Similarly, we cannot exist without God. God can exist all by himself. So, there is every need of God to everyone of us. And second thing is, we should be in search of him. Search, I mean, not in the world map. It's not, what do you call it, GPS. GPS are going up and finding out where you are and all that. It's not reaching somewhere like moon. This process is an inward journey. All the rest of life we spend in outward journey. Spiritual life is an inward journey. If you need clarification, raise your hand, I will repeat the point. I don't wish that you should miss any point. You go to some place, to see that you have not seen before. To meet a person you have not met him before. To get something that you don't have. This is the purpose of outward journey till now in our life. We have not made any travel within. We have not tasted that inward beauty. What it is. So, my second point is, to put us in the path of sadhana. Which means, inward journey. You go to any temple, any church, any prayer room. What do they do? They keep their eyes closed. Why? Why? God has given them eyes to open and see. Why should they close their eyes? With the eyes open, you see the outer world. With the eyes closed, you see the inner world. The process of going within. The process of going within. It's called meditation. Number three. Через медитацию вы не собираетесь встретить каких-то новых людей, вы не собираетесь там увидеть какие-то новые вещи, вы никуда не идете, вы просто идете внутрь. Мы все время интересны тем, чтобы узнать кто ты, кто он, кто она, но мы же не знаем кто я, кем я являюсь. Это и есть внутренний поиск. Я буду молиться за вас, чтобы у всех у вас было это внутреннее путешествие вглубь себя, внутрь себя. Это будет замечательно. И поскольку я знаю, вы западные люди, когда вы за что-то беретесь, я знаю, что вы на 100% серьезны в том, за что вы взялись. 100% вы этому посвящаетесь. 100% вы решаетесь на 100% достичь цели и получить результат. Здесь нет напряжения. Здесь нет напряжения. 4. В этом мире, все живут для себя. Мы живем в этом мире сами по себе. Но в духовной сфере мы начинаем жить для всех. для того, чтобы узнать, что все являются одним. Для того, чтобы узнать, что все являются одним. Мы все одно. Наши личности могут быть разные. Разные строения тела, кала для различной жизни и рост могут быть разные. Но то личное Я внутри каждого Оно одинаково у всех Поэтому цель этой духовности узнать это Я, который является универсальным для всех и для каждого Поэтому Саи Баба все время говорит Что он говорит? Цель духовности Чтобы осознать Божественность внутри себя Мы везде ходим по всему внешнему миру Но когда сердце стучит внутри Оно же не будет стучать внутри вас Его биение происходит внутри вас Без этого мы двигаемся везде Поэтому Бог является нашим стуком сердца Бог является нашим кровью в нашем теле Он главный, тот кто зажигает И когда мы зажигаем, весь свет зажигается и все будет в свете Подобным образом Подобным образом Подобным образом The switch of divinity within Он включен, когда он включится полностью, вы будете знать абсолютно все. Садья Сай Баба, аватар наших времен. Немного в истории, как Садья Сай Баба, не было никого, что так много людей мог привлечь аватар, со всего мира. Это очень уникальный аватар. Родился в деревне, никаких удобств. Он сделал все глобальные изменения. Мы находим людей с разных частей мира, которые следуют за ним. В любви. И эта любовь другая. Вот для примера. Солнечный свет. Солнечный свет. Солнечный свет. Солнце говорит, я для каждого здесь. И он никогда не скажет, я от вас благодарности ожидаю. Он от вас вообще ничего не ожидает. Без Солнца, эта Вселенная просто не может продолжать. Солнце, который дает свет, который ведет вселенную, и не имеет условий. Это не имеет условий. Это не имеет условий. Никаких условий. Солнце дает какое-то особое условие для России. У вас есть условия для любви в вашей стране? Солнце к вам? Никаких условий. 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 Дождь падает, идет на всех местах, плен или хили, это может быть и на горах, и на самолетах, но дождь падает универсально. Поэтому дождь тоже универсальный. Это безсловная любовь. Когда вы сидите под деревом, укрываетесь его тенью, вы испытываете комфорт. Потому что за этим очень жарко вокруг. Дерево не скажет, если у вас есть паспорт англичанин, вы можете здесь посидеть в моем теньке. И так же не скажет, только Япония сможет сесть под моей тенью. И так же не скажет, только Япония сможет сесть под моей тенью. Нет никаких условий. Никаких правил и отказов нет. Наша обязанность быть близко к этому. Таким. Таким. Вся природа. Вся природа. Дает нам комфорт и наслаждение без всяких условий. Дает нам комфорт и наслаждение без всяких условий. Почему? А почему? Создание любит без условий, и Создание любит без условий, и Создание любит без условий. Его Любовь даже без условий. Баба, часто говорили, я все вас люблю, и вас члены. Нет взаимодействия на страны практически не страдания, без условий, вся enemy группы, и наше режим оumbleчинском構е, ни define Clinton или стран. Национальность. Ничего такого. Баба's love is unconditional. Мы до тех пор не видели такого аватара, как он. Я не думаю, что это возможно для нас увидеть аватары этих времен. В каждом храме есть свое божество. Может Сива, Дурга, Вишну. В каждом храме есть свое божество. Поклоняемся постоянно. Прасхантин-Лайям — это место, где все деятели из всех религий, из всех храмов, где поклоняются всем божествам всех религий, которые когда-либо существовали. Поэтому Баба говорит об объединении всех религий. Это очень важное заявление. Мы думаем, что мы пойдем в храм, и это есть религия. Предлагаем цветы — это религия, мы думаем. Разбиваем кокос — это религия. Круги наматываем вокруг храма — это религия. Нет. Настоящая религия — это любить всех и служить всем. Это возможно только с духовностью. Вы не можете всех любить. Вы можете? Вы не можете всех любить. Но что происходит, когда мы любим всех и служим всем? Как это возможно вообще? Только у лотосных стоп бобы это возможно. Возможно только у лотосных стоп бобы. Мы не должны быть учены, как любить. Мы не должны быть учены, как служить. Мы должны быть учены, как жить как настоящие человеческие существования. Для этого нам Свами дал крупицы Крупицы — это алмазы, знания по человеческим... Компании лажей. Главное запомнение. Последняя часть этого. Ты можешь достичь любой конкуренции. Вы можете достичь любого места, например, используя велосипед, вы можете идти на мопеде, на мотоцикле, или четырехколесные, это такие, как машины, вы можете полететь. Самый быстрый, что вас отправит? Конечно, это самолет. И все это приведет к вашей точке, которая вам нужна. Но быстрее всего вы попадете с помощью самолета. И вот в духовном плане самолетом является служение. Делая какое-то служение, вы можете достичь места назначения местного значения, как освобождение, блаженство, это самое легкое и самое быстрое. Нет ничего более важного, чем служение. С этими словами я приглашаю вопросы от вас. С вами говорил, когда я уйду, то на это место будет другой аватар, такой как Прем. И он говорил, что это произойдет через восемь лет, после того, как я уйду в Миреной. Так Прем придет или нет на место С вами? Это вопрос о том, что свами сказали, когда он уйду, после восемь лет придет Пряма Саи. Он новый аватар. Он придет или нет? Когда он сказал, что он придет, как я могу сказать, что он не придет? Когда он решит, тогда и придет он. Когда он решит, тогда и придет он. А он придет в другой ашрам или в этот же ашрам? Если он придет в этот ашрам, он в другой ашрам. Он придет в ашрам. Не обязательно. Потому что в предыдущем аватаре он был в Ширди. В предыдущем аватаре он был в Ширди. Теперь он в партии, в настоящем аватаре. Следующий аватар придет в Карнатаку. В городе Мандия. Это то, что он однажды сказал. Это то, что он однажды сказал. Но поверьте мне, мои друзья, когда я скажу одну вещь. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот мои искренние чувства изнутри меня, которые есть. Это был Ширди Баба, кто является тем же самым Сатти Сай Бабой. Этот Сатти Сай Баба, это то же самое, что будет в будущем Према Сай Баба. Если вы преданы Сатти Сай Бабе, то вы преданы всех трех. Мультивитамин таблет. Например, есть таблетки мультивитамины. Вы не должны разъявить А витамины, 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 С витамины. Ширди партии према. Одна капсула в троих. Это Ширди партии према. Прямо. Пожалуйста, я понимаю, что это? Понятно? Вопросы о правильном служении. Как служить? Как служить? Что это такое? Служение? Значит служить? Хорошо, хорошо. Есть много служительных организаций. Есть разные организации по служению Есть общественные места для служения Есть международные организации по служению Например, львиный клуб Ротари клуб Ротари клуб Так что Есть так много Существует организации Я сейчас отвечаю на ваш вопрос Служение, которое мы делаем во внешнем мире Это помогать кому-то еще Это служение Это помощь нам самим Служение во внешнем мире 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 Внутреннее служение там нету ожиданий и нету никаких спасибов. Внешнее служение это для пропаганды и публиковать, где-то показывать, а вот внутреннее служение там нету ничего общего с пропагандой и тем, чтобы показывать себя кому-то. Потому что вы ищете самого себя. А зачем это тогда публиковать и кому-то рассказывать об этом? И то, что служение это физический процесс. Служение это физический процесс. Служение здесь это духовный процесс. Тот внешний служение вы хотите удовлетворить кого-то еще. А вот это служение себе это чтобы умилостивить Бога, который находится внутри вас, чтобы иметь это самоудовлетворение внутреннее, чтобы найти радость внутри себя. Симплый пример. Когда кто-то страдает, мы идем ему помогаем. Что вы получаете от этого? Что мы получаем от этого? Ничего. Я счастлив, что я сделал его счастливым. Я счастлив, что я сделал его счастливым. Я счастлив, что я сделал этого человека нечастному улыбаться. Поэтому это служение для вас самих же и есть служение, поэтому это и есть духовное. Это удовлетворяет С вами очень. Вся эта деятельность для всего человечества создана, для каждого, безусловно. Я правильно объясню? Если я работаю очень хорошо, то есть служение? Ну, вы можете делать очень хорошо. И особенно в Восточных странах, они должны делать очень хорошо. И вообще-то вы должны делать хорошую работу. There is no other way. I know that you do very well. But, if you think that there is someone else who is making you do very well, the world is a religion. Something like this. The heart inside makes me move outside. The engine inside makes the vehicle move outside. как внутри сердца, что-то внутри вас делать так, чтобы вы это делали, действие. Внутри вас побуждает сердце или что-то внутри делать эту деятельность. Similarly, God inside makes you work very well. Это Бог внутри вас побуждает вас делать эту работу очень хорошо. Более эффективно. Более эффективно. Поэтому работайте с любовью. Это реально великое дело. Работа без любви никуда не ведет. Работа без любви никуда не ведет. Нет желания, когда вы работаете с любовью. Любовь — это божественная. Мы можем делать хорошо свою работу. Не надо никаких соревнований. Никаких сравнений на этой работе. Не нужно никаких ожиданий на этой работе. Мы делаем с чистой любовью. Это религия. Я понял? Вам понятно? Есть некоторые люди, которые служат. Мне кажется, что они служат для того, чтобы заслужиться. В этом и разница. Если они это делают, потому что они их спасли всех. Это не важно. Им не важен результат. Они не приводятся к преподаванию своей деятельности. Они не приводятся к преподаванию своей деятельности. А если они все-таки... Они не разбиваются к нам. Они не беспокоятся к тем, что они служат для себя. Я не беспокоятся к тому, что это свои личные проблемы. Она говорит, что это свои личные проблемы. Они думают, что это свои личные проблемы. Я работаю национальную работу. Я работаю с областью. Как свою обязанность. Здесь я работаю как служение. Там моя работа на деньги ориентированная, я получаю зарплату. А когда я здесь нахожусь, моя работа это поклонение. Там у меня работа, чтобы жить. Здесь служение для жизни. Мой весь дух меняется. Когда вы берете воду, она безвкусна. Добавьте туда сахар. Это сладкая вода. Там внутри сладость. Также, если вы работаете с сахаром, с поклонением, с именем Бога, это будет сладко. Это будет мед. Понятно? Хороший вопрос у вас. Могли бы вы рассказать личную историю со свами, самой своей любимой? истории со свами? Вы, кажется, все младше. Мы все состаримся здесь. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, скажите так. Пожалуйста. Вы знаете, за всеми этими историями лучше получаете опыт этого мира. Потому что истории могут быть правдивыми, а могут быть неправдивыми. История, они же личные. Но опыт у каждого один. История, они бесцельные. История, они бесцельные. А вот опыт, это идет по направлению. История, они дают вам наслаждение и интерес. Опыт поднимает вас на более высокий уровень сознания на реализацию. Спасибо, что вы такой вопрос задали. Вы хотите, чтобы я вам рассказал мой опыт. Что не является каким-то очень редким опытом. Это общий опыт для каждого. Почему? Потому что Бог принадлежит каждому. Это не Анил Кумар Бог, и ваш Бог, и ее Бог. Он принадлежит каждому. Получайте опыт с Ним. Мы называем их чудесами. И вот опыт с Ним мы называем чудесами. И вот опыт с Ним мы называем чудесами. So, here are three words, stories, which may be true or untrue. Некоторые истории могут быть правдой или неправдой. Two experiences that take you to a higher level. Слишком много опыта могут привести вас к высокому уровню. And the third, the third stage is how you are benefited by experiences. И третья стадия это какую пользу вы получаете от этого опыта. Spiritual. Духовность. Well, personally, personally speaking, I was not interested in Baba at all at the beginning. Not at all interested. I would rather dare say that I was even against him. And I am ashamed to say that I openly criticized him. Though it is out of place and out of context. Though it is out of place and out of context. If anyone has, if anyone has mop of hair, I will call him Aryusaj Sai Baba. Hair, hair. You mean, in the past, if anyone you saw had a mop of hair, you jokingly asked that person, or you said that there is a pose? Да. Да, да, да. Когда он видел человека с такими же волосами, он говорит, а, тесе есай Baba. And some questions, some students asked me, Sir, would you tell us some important questions? Я сказал им, что я не Сатья Саи Баба. Так что я так шутил, критиковал, комментировал, без того чтобы его увидеть, я его еще не видел. У меня не было опыта с ним, не прочитав даже книжки. Это называется предупреждение. Такое вот видение у меня было с предупреждением. И сегодня я просто сужусь от этого. Things have happened in life, That was the only refuge left to help us. Refuge meaning anchor, support. Когда кто-то падает, кто-то ошибается, мы смотрим на то, чтобы он нам помог. У нас случились всеременные проблемы, решение мы не могли просто найти. Чтобы сделать это очень простым, моя жена была больна в то время. И я посетил много доктора в врачей. И я не могла найти врачей. И у нее операция была в этом. Да, это все не помогало. Ну и кто-то вдруг сказал, а почему бы тебе к Саи Бабе не пойти? Я сказал, что нонсенс вы говорите. Я встретил много докторов. Вы столько уже сделали лечения разных. И теперь ты меня спрашиваешь, чтобы я увидел Саи Бабу? Что он собирается сделать? Он сказал, что сэр, он был мой студент. Сэр, пожалуйста, пойдите и посмотрите, узнаете. Ну, я принял его совет, мы поехали. 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 Ну, конечно, ум мой был против, максимально против этого. Ну, конечно, ум мой был против, максимально против этого. Ну, конечно, ум мой был против, максимально против этого. Ну, это было с предубеждением, мой ум был предубежден. Ну, это было с предубеждением, мой ум был предубежден. Ну, с этим я и пришел. Ну, с этим я и пришел. У меня было линия, наверное, на даршане в сорокого или пятидесятое Я мог видеть его с очень большого расстояния И я видел, что он с кем-то разговаривает У меня были сомнения Почему он со мной не разговаривает Я не какой-то человек как вор или коррупционер Я не какой-то неплохой человек Почему ты со мной не разговариваешь? Кто ответит на это вопрос? Кто может? Никто Второй день я тоже ожидал Он даже не посмотрел на меня Три-четыре дня Он никогда не посмотрел на меня Я никогда не был близок к нему Я не мог потрогать его стопы Я не мог предложить ему цветок Я не мог его близко к себе увидеть На последний день, когда я решил возвращаться Я увидел его с большой дистанции Я помолился внутри себя Это притричная в Anismru Это притричная вовлеча Пoh songs Что это притричная вовлеча Может молитва быть вызовом? Но в тот момент я принял это так. Если ты Бог, дай здоровье моей жене. Она сейчас больна. У меня четыре есть ребенка, за которым мне надо заботиться. Я не могу этим... Поэтому верни ее обратно мне, чтобы семья смогла спокойно существовать. И в тот момент, когда мы вернулись домой из Путапартии, Моя жена была совершенно нормальной. Совершенно нормальной. Никаких интервью. Никаких интервью. Никакого пара Намаскару не трогало его стопы, ни делало пара Намаскар. Никакого. И вот моя молитва достигла его, и грязь изменила всю нашу жизнь. Это были открытые ворота, чтобы восстановить эту божественность, манифестации божественности. Да. Правильно? И потом... И потом... Сколько времени заняло вас с того момента до того, что вы начали ему служить? Что она хочет узнать? Что? Что это вопрос? Итак, первый раз вы пришли, и он услышал вашу жену. После того, как долго это было, чтобы вы становитесь доволенцем, и работали для него? Это личная доволенцем, лично лично. Она говорит, сколько времени потребовало, чтобы начать служить ему? Он говорит, о, это было эгоистическое. Эгоизм это был у меня. Но... Когда я начал читать его литературу, когда я стал принимать участие в бхажанах, Моя энергия поднялась. Моя энергия поднялась. Это было как фонтан. Я посещал все бхажаны. Сервис camps. И служил лагеря по служению. Рурал camps, медикал camps. Сингинг пел бхажаны. Сингинг his бхажаны. Пел бхажаны. Их текен меня вперед и вновь. Это меня продвинуло вперед и внутрь себя. Поэтому нам требуется для такого путешествия бхаджаны, изучение литературы Саи очень требуется, участвовать в служении тоже необходимо. В конце концов, несколько минут медитации, самонаблюдение. Потому что вы видите каждого через эти глаза, слушаете каждого через эти уши. Все наши опыты получаем через наши чувства. И мы становимся безчувственными. Что нужно делать, чтобы управлять своими чувствами сегодня? Закрыть глаза. Закрыть ваши уши. Просто смотрите внутрь себя некоторое время. Какой мир вы испытываете. Какой спокойствие вы наслаждаетесь спокойствием. Но вы должны быть без мыслей. Не думайте о Москве, Кремле и других местах. Когда закрываете глаза, не думайте о Москве, Кремле и других вещах. Даже если вы закрываете глаза, вы еще в Москве. Сделайте ваш ум совершенно пустым. Безмысленно. Закройте глаза. Закройте глаза. Будьте в этом процессе без мыслей. Ничего не делайте. Закройте уши. Будьте в этом состоянии без мыслей. Наслаждайтесь покоем, вот этот покой, это состояние есть Бог. Вот что мы делаем в каждом храме, мы закрываем наши глаза и думаем о Нем. Саи Баба на баджанах жесты разные делал, это что-то значило для нас или это были его внутренние какие-то раздумья. Когда Суами слушал баджанах, Он много раз говорил о гестусе. И это означает что для нас или просто? Для двух, для вас, и он может быть коммуницировать с кого-то на дистанции. Для вас это имеет значение и для тех, кто с Ним коммуницировал на дистанции, на какое-то расстояние. Майлз и майлзи away. Майлз? Майлзи, very far off place. Майлзи, very far off place. Он может написать что-то. Он может быть коммуникацировать. Он может быть директировать. Он может быть кому-то что-то одобрять. Кто знает. Кто знает. Но есть значение всего этого. Но есть значение всего этого. Да, сэр. А где находится ошибка, если когда служишь людям, когда помогаешь им, они обращаются, а потом происходит выгорание и хочется уйти на необитаемый остров, чтобы людей вообще не было. Где ошибка такого поведения? Где ошибка? Где ошибка, когда служишь людей, помогаешь им, делаешь все для них, а потом вы чувствуете, очень тяжело, и хотите выйти на какие-то островы и не видеть никого. Где ошибка? Майлзи, ошибка – это эго. Вы чувствуете, что я делаю. Вы чувствуете, что я помогаю. Вы думаете, что я иду во внешний мир. Вот это я-эго Это есть проблема. Когда это я-эго не было. Вот это я, если бы не было я, Вы же не являетесь тем, кто делает. Мы не деятель. Деятель здесь только Бог. А если Он деятель. Вы не отвечаете ни за успех, ни за неудачу. Поэтому никакая неудача вас не может никак на вас повлиять. Даже если вам кажется, что это неудача, это для лучшего, для вашего окончательного успеха. Таким образом, если вы здесь, или еще где-либо, Если вы помогаете здесь, или вообще ничего не делаете где-то, Это никакой разницы в этом нет. Это только я-эго делает разницу. Это только я-эго делает разницу. Варицедель taki-эго листенка Неудача в его эт季е Как зайци-эго? Ааааааааааааа Вы Gianrarca Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа JENN娥 Рояда Что-то вы могли идти на небо сначала Гагерин Жа-гагерин Эх духован Всегда Россия на стороне Индии стоит, даже в своем критическом моменте. И в Университете организации. Когда все дела были поставлены, Россия всегда поддерживала Индию. Очень большая дружба. Яврла Алихру, очень любит Россию. Яврла Алихру, очень любит Россию. Яврла Алихру, очень любит Россию. Он был в Украине. И английский стиль, 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 completely british. Да. Но дело в том, что те, кто был влиянием английского литературы, они были влиянием английской литературы. Как Теннезон, Wordsworth, Shakespeare. В Англии они под влиянием английской литературы и английской культуры находятся. Вот перечислил он авторов. Вы можете достигнуть Луны. Вы можете достигнуть Луны. Какой замечательный вопрос. Очень замечательный вопрос. Вообще-то этот вопрос волнует все человечество. Все мы страдаем от эго. У нас всех есть эго. У нас всех есть эго. Без эго вы божество. А с эго мы являемся людьми или даже животными, подобными животными. Что есть эго? Что есть эго? Один человек приходит. Вы знаете ее? И она говорит, Вы знаете меня? Я из России. И я работаю там. И я приехал в Путапуртии много раз. И я видел много испытаний. Потому что, просто, blowing one's own trumpet is one sign of ego. Второе. 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 Supposing, я скажу. «Свами мне дал вот эту рубашку». Что? Что? Он тебе дал только одну рубашку? Он тебе дал только одну рубашку? Я видел много от него. Комплекс. Это комплекс уже. Это sign of ego. Комплекс. Третье. Третье. Вы не знаете меня? Вы не знаете, что я в ВИП? Я вообще-то очень важный человек. Я вообще-то очень важный человек. Супер-супер сложная ситуация. Если кто-то здесь находится. А-а-а, понятно. Я не помню, чтобы я тебя вообще-то видел где-то. Эго задето. Эго задето. Нет места для сидения. Эго задето. Эго задето. Тебя никто не узнает. Эго задето. Эго задето. Ты делаешь так много служения, ага, это тоже эго. Все это неправильно. Мы не были рождены с эго. Эго не является нашей природной качеством. Эго – это самое грязное качество, которое мы в себе культивировали со временем. Идентифицируем себя. Кризис в личности, но не в детенщинстве. «Идентифицируем себя» означает, что все должны меня знать, все должны меня уважать. «Идентифицируем себя» «Идентифицируем себя» «Почему вы должны быть таким особенным?» «Почему вы хотите быть каким-то неординарным, особенным?» «Вообще-то вся природа, она очень простая» «Все животные, они простые» «Все деревья, они такие, как есть» «Старс, that glitter in the night, are ordinary» «Звезды, которые светят на небе ночью, они тоже обычные» «Солнце и луна, они обычные» «Солнце и луна, они обычные» «А почему это вы хотите быть супер оригинальным?» «Почему вы хотите быть особенным?» «Это не глупость?» «Чувствуйте себя просто обычным» «Это одно из путей, как отойти от эго» «Я просто обычный» «Я не какой-то супер особенный» «Я не какой-то специальный» «Я не какой-то специальный» «Я просто с сан-партикл «алонг the seashore» «Просто часть этого морского берега» «Тогда нечего будет делать» «Еукалиптус-трие is very tall» «Дерево, оно очень высокое» Трава очень коротенькая Лилия растения тоже маленькие Лилия флова Никогда цветок не будет завидовать высокому дереву А дерево высоко не будет, говорит, ой, я намного выше этого цветочка Никаких нет сравнений, выстязаний, никакой нет залисти, злости Качества у человека только есть Они увеличивают эго Как это удалить? Здесь темно Как из этой темноты выйти? Включите вас фонарик И темнота уйдет Когда есть свет знаний Тогда не будет темноты эго Вам понятно? Лучшее понимание жизни Старайтесь наблюдать за жизнью Понимаете, какая реальность всей этой жизни Иисус не был эгоистичным 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 На самом деле, великие люди, они очень простые и очень скромные. Только тупые люди, тупицы, а не эгоисты. Вначале узнайте, я вообще эгоист или нет. Если я уже знаю, что я эгоист, у меня, значит, 50% эго уже ушло, когда я об этом узнал. Второе, если я смотрю на более лучших людей, более высоких людей, часть еще эго уйдет от вас. Когда вы смотрите на небо, что перед вами? Ничего нет. Перед морем, кто вы? Перед морем, кто вы? Перед морем, кто вы? Перед морем, кто вы? Вfront of Himalayas, in mountains, what are you? А кто вы по сравнению с Гималаями? Ничего нет. Сравните себя с более высокими вещами. 50% эго уйдет. 50% эго уйдет. Am I clear? Вам понятно? Ам. 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 Спасибо, что Вы так терпеливо слушали. Спасибо, что Вы сюда пришли. Я желаю вам прекрасного, приятного и безопасного возвращения домой. И быстрее возвращение домой. Субтитры создавал DimaTorzok